эксперимент делаю мне все равно как я сейчас выгляжу специально так задумано насколько я могу быть таким небрежным к зрителю а на самом деле времени нету просто покушать но постоянно звонки должны особенно сейчас этим мозговым штурмом видите как я не да а мне все равно который эксперимент делаю послушайте свет поставлю во чтобы меня больше видно было мозговой штурм делается так у него есть определенная логика определенная схема которую вы сразу поймете во первых там есть несколько стадий стадия когда команда получает задачу от директора или сами решает или сами решать выбрать у себя конкурсную задачу которая волнует всех и каждого это первое второе нужен творческий подход что такое творческий подход это способность сосредотачиваться на поиске наиболее простого решения сложные задачи но через призму высших человеческих ценностей это творческий подход теперь слушайте дальше поэтому очень важно чтобы члены команды которые устраивают в какой-то день какой-то час мозговой штурм были к этому подготовлены во первых они определились конкурсной задачи или поняли и обговоривших директором которые эту задачу назначат поставит в минитым решить а мозговой штурм этом механизм инструмент решения этой задачи за максимально короткое время самым комфортным для всех образом потому что все при мозговом штурме еще лучше начинают познавать себя и чего они хотят и как лучше этого достичь это очень интересно и коллектив спаивается не спивается спаивается и потом они один раз попробовав таким образом они могут потом и другие задачи решать таким образом и каждый из них в отдельности тоже может так решать задачи свои за минимальное время оптимальным способом теперь самое интересное у нас же метод ключ построен на изучение феноменологии я учился у природы мы учимся у природы и с помощью приемов и выяснения какие инстинктивные действия делает человек и сознательного их применения получать те же результаты например я изучаю психологи гениев и великих людей величайших людей планеты ну разными источниками но это неважно дело не в этом это моих вопросов что у гения здесь одна особенность которая называется триада я ее так назвал триада то есть три свойства первая способность он необыкновенно эмоционально подвижен это что такое это позволяет какую-то проблему какой-то вопрос который у него там крутится эмоции меняются обстреливать эту проблему с разных точек зрения как бы ее смотреть с разных сторон потому что когда у вас розовые очки видите мир розовым когда черные очки видите черным а вот у него там много эмоции постоянно он очень эмоционально подвижен лоббилин как говорят он имеет возможность обстреливать проблему с разных сторон второе качество это способность быть максимально сосредоточен уметь максимально сосредоточиться но поэтому они часто рассеянные не знают куда чё положили забывает там она на телефон или что такое ну как бы немножко чудо кино так обычно так и в кино так их показывали рассеянными когда пуговички не так застегнут и там вместо сандалии на одной ноге сандалия на другой ботинок но это смешно когда такого академика показывает на это кино было так раньше а третье а мы же говорили да творческий подход это способность сложной проблеме найти наиболее простое решение через призму высших человеческих ценностей вот третье в этой триаде это как раз таки способность думать не только о себе но и о человечестве то есть это есть человеческая норма когда человек болеет не только о себе но и о близких о человечестве и чем выше масштаб его личности тем от большего горизонта за что он переживает вот эта способность поэтому метода сильвы например есть такое когда они пытались за короткое время решить какие-то важные задачи я где-то читал или мне рассказывали что он говорил что гений или вы старайтесь думать о том чем бы вы могли помочь человечеству это развивает вас так вот мозговом шторме мы должны отработать конкурсную задачу которая волнует всех и каждого или которую поставил начальник директор вашей компании или допустим ну да заказ какой-то допустим бюро изобретателей получила заказ и они должны за короткое время сделать новое изобретение какое-то техническое или какой-то не техническое сделать какой-то важное научное открытие я правду говорю потому что так она и работает наш мозг так работает так вот теперь смотрите значит люди должны в этой команде которые мы готовим к мозговому штурму знать иметь такую способность максимально погружаться концентрироваться одновременно думая о полезности для всего человечества и одновременно будучи эмоциональными тряда но поэтому мы на одном из занятий мозгового штурма на международном уровне который мы начали мы с наташей покажем что такое концентрироваться что такое сосредотачиваться что такое поиск поиск что такое поиск решений ну и другие вещи покажем ну наверно понятно но мы параллельно покажем на международном уровне большом создадим образ будущего генератор который создаст образ будущего и на этой площадке международной будут миллионы людей думать как же дальше то чего не хватает сегодня это очень важно не хлебом единым жив человек поэтому надо еще иметь ключ саморегуляции а мозговой штурм это механизм еще и синхронизации людей между собой не только человека самим собой чтобы он был целостным и был гармонии а еще и людей мозговой штурм это будущее планеты это коллективный разум это конечно достояние мое и нашей школы человек будущего хомофутурус способность человека входить синергетически в команду людей для определения наиболее приоритетные проблемы ее быстрого решения коллективный разум это модель итак приятного аппетита друзья я уже старый мне можно его так но я так редко делаю это я сегодня специально потом скажу почему потом пока пришлось я